Для каких платформ оно предназначено. Итак, электронная форма учебника, или сокращенно ИФУ, это электронное издание, которое соответствует по своей структуре, содержанию и художественному оформлению печатной формы учебника. То есть, естественно, за основу электронной версии были взяты печатные варианты. Но электронные учебники содержат мультимедийные элементы, интерактивные ссылки, которые позволят расширить и дополнить содержание печатной версии учебников. Все это связано с выходом приказа номер 1559 от 8 декабря 2014 года. Само приложение называется сокращенно ИФУ, электронная форма учебника. На слайде с правой стороны вы видите черный значок издательства просвещения. Это и есть значок электронного учебника. Поэтому, когда вы зайдете на своих устройствах в магазин, чтобы приобрести учебник, или на сайт, то вам нужно обращать внимание непосредственно на этот учебник. Приложение само носит название «Учебник цифрового века» для работы с электронной формой учебника издательства просвещения. На этом слайде вы видите три скриншота платформы, где можно скачать собственную электронную форму. Первая – это Windows, вторая – Google Play и третья – это App Store для платформы iOS. Итак, в этих приложениях, точнее на этих платформах, приложение выглядит следующим образом. Вот, вы можете видеть. Что такое электронный учебник и какие технические характеристики рекомендуются к выбору, прежде всего, устройства для работы с электронной версией? Первое, что вам необходимо знать и принимать для работы, это то, что установить электронный учебник можно только на планшеты или ноутбуки с операционной системы. Android версии 4.4 и выше, Windows версии 7 и выше и iOS версии 7 и выше. То есть, на обычный телефон, гаджет, свой смартфон установить электронное приложение iFull, учебник цифрового века, не получится. Вот, поэтому на телефонах даже можно не пытаться. Почему? Потому что по техническим характеристикам учебник занимает, для установки учебника необходимо, как минимум, иметь 1 гигабайт памяти в устройстве для установки одного комплекта, только на один учебник. Вот, и плюс важно, что диагональ экрана устройства должна быть 10, не менее 10,1 дюйма и больше. Соответственно, 12,80 на 800 пикселей, вот, точек. Вот, поэтому обратите на это внимание. И, естественно, для первоначальной установки учебника необходимо подключение к сети интернет, чтобы его установить. В дальнейшем с электронным учебником возможна работа в оффлайн режиме. То есть, соответственно, если вы один раз его установили, то приложение позволяет вам работать в нем и без подключения к сети интернет. Но если вам требуется обновить информацию на учебнике, вот, то для этого опять понадобится подключение доступа к интернету. Тоже на это стоит обратить внимание. А так, по сути своей, приложение выглядит, как обычное приложение на наших планшетах. Далее. По функциональным особенностям, чем располагает учебник, вот, и что в нем такого особенного. Ну, сейчас с правой стороны вы видите скриншот моего планшета, на котором установлены все учебники по физической культуре. Но здесь вы вместились не все. Здесь перестанут учебники Винер, несколько учебников из линии Ляха, вот, и несколько учебников Андрея Петровича Матвеева. Вот, как раз вы можете обратить внимание, что на учебнике Ляха 1.4 виден значочек «Облачко». Так, на планшете от Apple обозначается, что электронное приложение необходимо обновить. Поэтому при доступе к интернету вы нажимаете просто на этот значок, и учебник обновляется в соответствии с теми, там, новинками, которые появились за время вашего пользования учебником. Вот, это мы с вами зашли на главную страницу. Вот, чтобы перейти непосредственно в учебник, достаточно кликнуть на одну из выбираемых картинок, да, в какую учебник вы хотите зайти. Но это при условии того, что вы закачали все учебники. Вот, ну, вернемся к функциональным возможностям и особенностям. Ну, прежде всего, это удобный и понятный интерфейс и навигация по электронной форме учебника. Далее, это возможность работать как в онлайн, так и в оффлайн-режимах. Соответственно, понятно, что, может быть, в спортзале доступ к интернету есть только в тренерской или в кабинете учителей физической культуры, но не в спортзале. Вот, соответственно, при возможности можно использовать учебник на уроке без доступа в интернет, да, раз там. Далее, учебник включает в себя мультимедийные объекты и тестовые задания к каждой теме и разделу учебника. Далее, инструменты для изменения размера шрифта, создания заметок и закладок. Также, естественно, поскольку это новый продукт и он только недавно появился на рынке, то, естественно, он имеет подробнейшую инструкцию по использованию электронной формы учебника, которую можно скачать на официальном сайте издательства в формате PDF. Она выложена в свободном доступе, так что у вас будет подробнейшая инструкция для пользования. Также, электронный учебник обладает рядом педагогических возможностей по его использованию. Но прежде всего, это возможность организовать контроль и самоконтроль за освоением знаний учащихся. Плюс, это более эффективная подготовка к сдаче определенных экзаменов. В данном случае у нас это не касается ОГЭ и ЕГЭ, но зато у нас есть олимпиады по физической культуре, которым тоже необходимо готовиться. Вот поэтому теоретические знания можно теперь давать учащимся при помощи электронного учебника. Далее, какие еще возможности позволяют нам, чтобы использовать учебник, при использовании учебника? Это реализация технологий мобильного, дистанционного или смешанного обучения. Теперь можно быстро, удобно, дистанционно использовать материалы учебника. По физкультуре, в принципе, не так много литературы, как печатной, так и электронных приложений. Это позволит реализовать требования Федерального государственного общеобразовательного стандарта по формированию информационно-образовательной среды, именно системы образовательных ресурсов. Это что касается педагогических возможностей учебника. Если говорить про... поскольку продукт, естественно, новый, и учителя не знакомы с тем, как использовать данное приложение, то издательство «Просвещение» продумало все основные моменты по поддержке и сопровождению учителей, которые решили сделать свой выбор в пользу электронной версии учебника. Но прежде всего, учителям оказывается уникальная информационная методическая поддержка через онлайн-открытые уроки с использованием электронных учебников. Про открытые уроки можно почитать тоже на нашем официальном сайте. Чаще всего они проводятся по понедельникам. И, как мне подсказал сегодня специалист из технической службы, по физической культуре вроде бы урок уже проходил. Честно, у меня не было сегодня времени посмотреть на сайте, был ли он действительно и выложен ли он. Но сейчас после вебинара проверю, посмотрю. И тоже, если вам интересно, не поленитесь, зайдите на сайт, посмотрите. Потому что мне бы интересно было посмотреть на урок физической культуры с использованием электронного учебника. Что касается второго пункта. Естественно, в рамках поддержки оказывается методическая поддержка через теоретический вебинар, как сегодня у нас с вами. У нас сегодня, скажем так, краткий вебинар, просто ознакомительный с приложением. А также интервью с экспертами, которые непосредственно занимались разработкой учебника. Или уже имели честь работать с этим и могут поделиться своим педагогическим опытом. Далее, для учителей разработаны курсы повышения квалификации совместно с Московским институтом открытого образования. Но на данный момент такие курсы проводятся в Москве. Но я думаю, что в дальнейшем подобные курсы появятся и в регионах, не только в Москве, но и в других. Тоже за всей этой информацией можно следить на сайте за обновлениями. Или всегда я оставляю свои контакты, вы можете уточнять по электронной почте. И, конечно же, учителям оказывается техническое сопровождение через службу поддержки. В конце презентации я оставлю вам все контакты, куда обращаться, если у вас возникнут какие-то вопросы по работе с данным приложением. Это что касается сопровождения учителей, которые выбрали для себя электронную форму учебника. Теперь давайте поподробнее посмотрим на само приложение. На экране у вас виден скриншот экрана моего планшета. И вот у меня, как я уже говорила, не поместились все учебники, но основные видны. То есть в электронной форме учебника на данный момент вышли все учебники по физической культуре, которые есть в печатной форме. Это учебники линии учебно-методического комплекса под редакцией Ирины Александровича Вина. Это полностью завершенная линия Владимира Иосифовича Ляха. И это электронная форма учебника под редакцией Анатолия Петровича Матвеева. Дальше будут примеры из разных учебников, чтобы вы видели изнутри, как они выглядят. Для того, чтобы попасть в само это приложение, у вас на рабочем столе вашего планшета появится иконка с изображением ИП, черного значочка. Вы туда нажимаете. Далее вам нужно будет ввести свой логин и пароль от пользования учебником при первом заходе. А дальше вы попадаете в основное меню, в мои учебники, и там будут все учебники, которые вы закачали. Далее. Давайте посмотрим, как выглядит электронный учебник изнутри. Мы с вами перешли в электронную версию учебника Ирины Александровича Вина. Что мы видим? По порядку с левой стороны у нас с фиолетом выведена глава содержания. Это значит, что она сейчас активна. То есть мы видим, что по структуре учебник полностью соответствует печатной версии. Разделен по главам, дальше по разделам, так же, как и в печатной версии. На данный момент закладки и заметки пока не активны. И в фиолетовом выделена форма электронный учебник написано. Это значит, что мы работаем именно в электронной форме учебника. С правой стороны вы видите summary. Summary это то, что основной текст к параграфу, к основной информации, к данному разделу. С правой стороны дальше идет печатный учебник, там третья страница. Это значит, что если мы нажмем на печатную версию, то этот же учебник из электронной формы превращается в печатную версию обычного учебника по физической скультуре под редакцией Вина. Соответственно, используя электронный учебник, вы получаете как печатную версию, так и электронную. Дальше по значкам. Значок звездочка. Это как раз значит, что вы нажимаете на него, звездочка закрашивается в фиолетовый, и это значит, что вы создали закладку. Это удобно тем, что, допустим, естественно, поскольку у нас уроки физической скультуры, скажем так, всегда решают несколько задач, это позволяет вам при завершении урока, допустим, чтобы не потерять материал, на котором вы закончили, создать закладку, и в следующий раз, зайдя, щелкнув на раздел закладки, вы попадете на ту страницу, на которой вам необходима, допустим, для ведения следующего урока по данной теме. Буквки А справа. Буквки А справа значит, что это ресурс для того, чтобы поменять размер шрифта. Здесь, допустим, в summary, который вы видите на экране, шрифт, в принципе, комфортный, но его можно сделать и больше. Давайте перейдем дальше. Вот как раз по увеличению размера шрифта. Вы нажимаете на две буковки А, у вас появляется возможность выбрать размер, удобного для вас размера шрифта. Вот, начиная с 25-го и заканчивая, по-моему, 30-го. Вы выбираете удобный для вас, нажимаете ОК, и автоматически текст становится больше. Вот, поэтому иногда, допустим, если кто-то носит очки, то даже забыв их, можно увеличить текст, тем самым появляется возможность разобрать то, что написано. Это что касается увеличения размера шрифта. Далее. Как я сказала, в каждом параграфе в электронной версии учебника разработаны тренажеры и тестовый контроль. Сейчас у вас на экране как раз видно, как выглядит тренажер. Вот. Или тест. Если мы сейчас вернемся немножечко назад, то на этой странице не видно, с правой стороны еще есть, оказывается, стрелочка, нажав на которую у вас появится меню как раз контроль или тренажер, где вы можете выбрать, что вы хотите провести, тестирование или уже контрольный тест на знание материалов. Сейчас мы вернулись опять к тренажеру. Вот. Как он выглядит? Да, этот тест, тут всего три вопроса по теме, относящиеся к истории, поскольку это начальная школа, вот, к истории о республикских игр. Вот. Вы выбираете нужный ответ, нажимаете на него и переходите к следующему вопросу. Вот. После того, как вы ответили на все вопросы тренажера, вы завершаете, завершаете тестирование, он показывает результаты вашего тестирования. Так происходит и в тренажере, и в контроле по этому принципу. Вот. Данные тестирования разработаны на каждой ступени, ну, как бы, в каждой версии учебника, начиная от начальной школы и заканчивая старшими классами. Естественно, в зависимости от возрастной ступени, извините, коллеги, я просто одним глазом замечаю чат, и тут столько всего интересного пишут. Привет из Преамурия, да, я видела в новостях. Прекрасно. Так, сбили меня с мысли. Вот. Значит, соответственно, если, допустим, мы берем учебник 11 класса, там уже вопросы будут в соответствии с тем уровнем знания, который владеет учащийся и к тому материалу, который они проходят на той ступени образования. Вот. Плюс ко всему, электронные учебники, они уже находятся в продаже, но над ним идет работа еще полным кодом, они обновляются. Поэтому, насколько я знаю, для всех учебников еще разработаны специальные дополнительные материалы, вот, которые позволят расширить спектр знаний учащихся. Что и подразумевается под дополнительными материалами. Различные интересные факты, касающиеся нашего предмета, интересные истории, связанные с видами спорта, и так далее, и тому подобное. Но на данный момент этого в электронных учебниках пока нет. Я надеюсь, что в ближайшее время появится. Вот. Далее. Как я уже говорила, помимо электронной версии учебника, мы получаем еще и печатную версию. Вот, пожалуйста, сейчас у вас на экране активная страница с печатной версией учебника. Мы просто нажали с правой стороны на печатную версию, вот, и у нас полностью учебник перед глазами в том виде, в каком он выглядит, как вот мы можем держать его в руках, так и на планшете. Вот. То есть, покупая электронный учебник, вы покупаете два в одном. Вот. Что еще? Вот как пример, допустим, мы установили у нас пример из учебника Вина почему-то. Не могу понять, почему. Мы видим на экране уже другой раздел. К каждому разделу подобраны иллюстрации, которые соответствуют тем знаниям, которые даются в описании материала. Вот, картинки различные, красочные, чаще все могут посмотреть, и у них сложится уже визуальный образ, образ того, что они прочитали. Плюс, как я уже говорила, можно создавать заметки. Как это делать? Вот, допустим, появляется у нас какое-то интересное определение, которое учащимся нужно запомнить. Просто нажав на текст summary, допустим, вот тут соблюдение, распорядка дня, ежедневное правильное выполнение упражнений позволит вам гармонично развиваться. Нужно нажать на первое слово соблюдение, удержать его, довести до конца предложение, появится необходимый значок, но при работе вы поймете, нажать еще раз, и там появится, всплывет окошко, сделать заметку. Вот, и автоматом вы нажимаете «Да», и это определение появляется в заметках. Таким образом, можно составить в своей электронной версии учебника, учащиеся могут составить свой словарь определений, допустим. Вот, что тоже интересно и позволит им лучше запомнить те или иные определения, изучаемые на уроках. Вот. Дальше, как я уже сказала, в электронной версии учебника существует дополнительная галерея изображений. Вот. Под каждый раздел все они имеют описание и подходит под тот информационный фон, который дается в учебнике. Вот еще примеры из галереи картинок. Вот. Теперь хотелось бы перейти к непосредственной информации по перейти к информации по собственно по покупке электронного учебника, где его можно найти и так далее. Вы заходите на официальный сайт издательства и там в правом углу будет прям электронный учебник. Вы туда кликаете вот и попадаете на страничку электронного учебника. Что вы там видите? Там будет основная информация непосредственно электронному учебнику. Все вебинары, которые касаются электронного учебника, методическая помощь для учителей, все нормативные документы, которые позволяют работать с электронной формой учебника и вообще все нормативные документы, которые разработаны в связи с внедрением электронного учебника. Все интересные статьи, которые касаются электронной формы учебника и ответы на часто задаваемые вопросы, чтобы вам не тратить свое время и написать допустим на почту, существует уже ряд вопросов, которые чаще всего встречаются, вы можете возможно найти ответ на свой вопрос именно в этом разделе. также на сайте издательства вы найдете всю основную информацию по покупке учебника и по основным моментам. Вот, кстати, как я уже говорила, на экране видно открытые уроки с электронной формой учебника по предметам, в том числе по физической культуре, можно посмотреть на сайте вот как раз в этом разделе открытые уроки. Далее, естественно, возникает вопрос где купить и сколько стоит учебник. Если вы заинтересовались и хотите приобрести учебник только для себя, то возможно приобретение учебника для физических лиц через группу партнера компании Альком. Стоимость электронной версии учебника у этих партнеров стоит 125 рублей за учебник. Соответственно, если вы хотите купить допустим учебник Winner, который выходит в двух частях, то за каждый учебник вам нужно будет заплатить 125 рублей. Это если вы заказываете через партнеров. Ну и в принципе не только у Алькома и у других партнеров цена на нашу продукцию может отличаться. Второй вариант, который возможен, это приобретение учебников для юридических лиц. Ну и в том числе и непосредственно через издательство или через наших партнеров. То есть покупка учебника возможна как у партнеров, так и непосредственно у самого издательства. Если говорить про покупку учебников через издательство просвещения, то на электронную форму учебника установлена единая цена 85 рублей, включая НДС. Почему 85 рублей? Это связано с тем, что в 2015 году издательство просвещения исполнилось 85 лет, это такая символичная для нас дата. Поэтому и сумму решили на учебник установить такую. В 2016 году, насколько я знаю, пока цена на учебник тоже не поменялась. 85 рублей это цена за лицензию на учебник или одну часть учебника. То есть, как я уже сказала, допустим, учебник в двух частях, соответственно, стоимость двух учебников составит 170 рублей. Вот. Ну, если он состоит из большего количества частей, то, соответственно, уже дороже. Вот. Поэтому можно посчитать, что у Ляха раз, два, три, четыре, пять учебников. То есть, вся линия обойдется вам меньше, чем в тысячу рублей. Вот. По сути, это неплохая экономия средств для, как для школы, так и для самого себя. И, в принципе, не такие большие суммы, чтобы и убедить использовать электронные учебники непосредственно учащимся. Вот. С учетом того, что учащиеся получше нас, наверное, мне кажется, разбираются в различных приложениях и планшетах, и вообще в новых технологиях, то, наверное, смею предположить, что работа с электронной версией учебников физической культуры им будет интересна. Вот. И, возможно, благодаря этому повысится их мотивация и интерес непосредственно к предмету. Вот. Как же приобрести учебник приложения через издательство просвещения? Если вы решились на это, то вам необходимо заполнить договор, который можно будет скачать на сайте, заполнить бланк заказа, который тоже можно скачать на сайте и направить их по адресу, который вы видите в презентации. Вот. Естественно, возможны различные ошибки в заполнении договора, поэтому изначально наши коллеги просят присылать как бы пробную версию учебника, вот учебника, пробную версию договора на согласование и уже после этого подписывать, допустим, в школе и отправлять. Вот. Любимое слово вот. Да, Татьяна, у меня, видимо, сегодня это слово «Паразит». Далее, что нужно сделать? Дождаться подтверждения заявки от сотрудника издательства. Срок рассмотрения установлен в 2-3 рабочих дня. После этого отправить два подписанных экземпляра договора почты по адресу издательства. Вот. И, или, если вы находитесь в Москве, то провести договоры лично. Варианты тут различные. После этого вы получаете от сотрудника издательства счет, который необходимо оплатить по номеру договора, номеру счета и с формулировкой за лицензию на ИФУ. После чего издательство, после того, как деньги поступают на наш счет, это все проверяется, и вам высылаются логины, пароли от вашей учетной записи в личный кабинет. Они будут высылаться уже после поступления средств. Все оригиналы документов издательства вышли с вам по почте. И вы сможете, если вы, допустим, оформляете заказ через школу, эти документы вам точно понадобятся, вашу бухгалтерию, то они будут предоставлены по почте на адрес школы или на ваш домашний адрес. Это что касается формы по закупке учебников. Соответственно, так, обращаю ваше внимание, что, допустим, как уже было сказано, лицензия на использование учебника длится один год. Соответственно, допустим, сегодня, 28 апреля, сегодня вы решили приобрести учебник. Вот, вы прошли все эти процедуры, и сегодня вам прислали логин и пароль от вашей учетной записи. Начиная с этого дня и до 28 апреля 2017 года у вас есть полный доступ к учебнику в электронной версии и печатной версии. Все обновления, которые происходят, у вас будут автоматически появляться значочек «Обновить учебник», и вы сможете работать с электронной версией как в онлайн, так и в оффлайн-режимах. Но с окончанием лицензии срок вашей лицензии заканчивается, соответственно, у вас не имеет возможности зайти в свой личный кабинет приложений, поэтому вам нужно будет продлевать. Стоит обратить на это внимание. Также у каждой учетной записи пароль и логин у каждого свой, поэтому использовать учебник, допустим, на несколько учителей и передавать логин и пароль не получится. То есть это конкретно для каждого устройства идентифицируется. Поэтому обратите на это внимание. Далее, что еще я вам хотела предоставить, какую информацию. контакт дирекции по цифровым продуктам. Если у вас возникнут вопросы, то вы можете позвонить по номеру или написать на электронную почту. Далее, то есть по всем вопросам вам нужно звонить и писать туда. или вы можете писать на электронную почту мне, вдруг какая-то актуальная информация будет у меня. На нашем сайте представлены демо-версии учебников в бесплатном доступе, которые вы можете скачать и попробовать поработать. Насколько я знаю, по физической культуре на сегодняшний момент они еще не были выложены в силу некоторых останавливающих моментов. Но, как мне сказали мои коллеги, скоро они появятся на главном сайте, поэтому заходите к нам и смотрите, следите за обновлением, вы сможете бесплатно попробовать поработать с учебниками. Еще по теме мне задали вопрос, возможно ли работать с электронными учебниками в детском образовательном учреждении, дошкольном образовательном учреждении, если таковы в наличии. спасибо. К сожалению, не знаю, кто именно задал вопрос без имени и фамилии. Вы знаете, конкретно по дошкольной литературе, по физической культуре у нас вся литература начинается с начальной школы, но учебник Ирины Винер, допустим, подходит в принципе и для дошкольных учреждений, тем более сейчас разрабатывается программа этими авторами специально для дошкольных образовательных учреждений. Поэтому я думаю, что как только программа выйдет, то и какая-то литература для данных детишек тоже будет готовиться и в принципе я думаю, что использование возможно, если вы для себя представляете, как учащиеся дошкольные учреждения будут использовать электронные учебники на своих во время занятий. Кстати, одним из плюсов электронного учебника, допустим, поскольку информации там много, можно делать скриншоты и печатать допустим информацию в качестве раздаточного материала, который вы бы хотели преподносить своим учащимым. Или же свой планшет или компьютер можно подключать к мультимедийной доске и показывать материал, ну, есть, допустим, возможности приобретения учебников на всех учащихся нет, и вот на своих теоретических уроках или если в спортзале есть возможность, то подключать и показывать материалы уже непосредственно наглядно на интерактивных ресурсах. Вот, плюс ко всему в рамках дальнейшего обновления электронного учебника, насколько я знаю, планируется появление в них и видеоматериала, который расширит спектр возможностей работы учителя физической культуры по своему предмету. Это, что касается основной информации, к сожалению, в формате вебинара сложно показать на практике, да, как все это работает, но надеюсь, что информация была актуальна и в доступной форме. Вот, презентацию, ссылочку вам скинули, вы сможете скачать. Как всегда, для учителей физической культуры регулярно проводятся вебинары и видеолекции, так что на сайте просвещения следите за новыми темами. Сертификат вам приложили, так что тоже можете скачать. Мои контакты у вас на экране и в презентации остаются. Всем желаю тоже информации по приобретению традиционно в презентации есть. Всем желаю отличного настроения, хороших выходных, прекрасных праздников, чудесной погоды. До конца учебного года осталось всего ничего. Всем сил, здоровья и физкульт-пред.